В чат и посмотрю. Всем видно, всем слышно, да, думаем? Хорошо, тогда начинаем. Еще раз рада представиться. Меня зовут Мария, сеть отелей Rixos в Объединенных Арабских Эмиратах. Представляем все четыре отеля в регионе. Спасибо большое. Всем слышно, всем видно. На данный момент у нас четыре отеля Rixos, но скоро будет пятый и шестой. В самое ближайшее время у нас открывается новинка. Один отель в Абудаби, Абудаби Марина. И также еще дополнительно отель будем открывать в городе Дубай, но об этом попозже. Сегодня мы рассмотрим то, что имеем на актуальный момент. И в первую очередь хотелось бы поблагодарить вас, что вышли сегодня, уделили время в середине рабочей недели, уделили время, чтобы послушать наш, наш вебинар. И безусловно, спасибо большое нашим любимым партнерам, компании Казунин, за организацию этого прекрасного онлайн-мероприятия, онлайн-встречи. И переходим к нашим отелям. Сегодня мы рассматриваем Риксос Бабальбахар, всеми любимый отель, и также Риксос премиум Содиат Айланд. Ну вот только я его на данный момент не могу найти, минутку. А все, нашла. Нашла презентацию на нашем отеле. И сразу, прежде чем перейти к отелям, хотелось бы дать общую информацию по текущей ситуации в Эмиратах. Как вы знаете, у нас, так я думаю, у вас стартовал священный месяц Рамадан. Всех с этим поздравляю, кстати. И очень часто бывают вопросы насчет ограничений, что можно, что нельзя делать, как вести себя в отеле. И здесь сразу бы хотелось бы оговорить, то, что да, здесь действительно достаточно строго в самом городе, за пределами отеля и в общественных местах. Не нужно есть, не нужно пить, не нужно пить воду, не нужно даже употреблять жвачку, если вы не совсем малые дети, потому что действительно здесь достаточно строго. Но тем не менее, я не могу сказать про все отели, но что касается отелей Риксос, присутствия ограничений в отеле никак не ощущаются гостями. И отель, сервировка еды, а мы работаем по системе внутрь всех причинок, включается также алкогольная продукция, сервирование еды, алкогольных и безалкогольных напитков. Все работает в штатном режиме, на бассейне, у бассейна, рестораны. Все это работает. Поэтому на территории наших отелей ваши гости никаких ограничений чувствовать не будут. За пределами отеля, пожалуйста, предупреждайте туристов о избежании каких-либо неприятных ситуаций, чтобы они соблюдали местные нормы и правила. И переходим к отелям Риксос. Сегодня у нас на повестке дня наш любимый Риксос Бабальбахар и Риксос Премиум Содиатайл. И, кстати, что касается погоды. Апрель нас, безусловно, погодой радует. Погода у нас сейчас максимально приятная, комфортная для купания. Время препровождения на солнце, для загара. Не холодно, не тепло. Максимально, что радует. Температура воздуха примерно вечером плюс 23, плюс 24. И ближе к дню самый пик доходит до 30-32. И температура воды примерно 24-25 градусов. Поэтому мы всех туристов агитируем в срочном порядке приезжать к нам в Эмираты и заселяться, безусловно, в любимые отели Риксос. Итак, Риксос Бабальбахар. Лидер продаж, надо сказать. Самый популярный, наверное, среди нашего маркета. Самый популярный отель. Чем обусловлена такая популярность Риксос Бабальбахар? Это, безусловно, в системе питания ультра все включено и присутствием анимации. Ну и, конечно, приятными ценами. Потому что, нужно сказать, соотношение цена-качество отеля Риксос Бабальбахар самое приятное и самое оптимальное. Находимся мы в Эмирате Рас-Аль-Хайма на острове Аль-Марджан и являемся пляжной пятеркой. Отель большой, предлагает 715 номеров, которые находятся в трех зданиях пирамидного дизайна, пирамидной конструкции. Достаточно большой номерной фонд. Однако не нужно пугаться, потому что инфраструктура также весьма разнообразна. 7 баров, 7 ресторанов, 8 бассейнов, спа, детский клуб, сцены для вечерних мероприятий. И поэтому такая даже при высокой загрузке тот факт, что много номеров, это особо гостями не ощущается. Как раз-таки благодаря тому, что инфраструктура весьма и весьма разнообразна. И самый главный момент, чем мы отличаемся от других отелей, не только Риксос, но и, в принципе, от всех отелей в Эмиратах, это, безусловно, присутствие анимации. Анимационная программа в Риксос Бабальбаха разнообразна как для взрослых, так и для детей. Для взрослых это различные вечерние шоу-представления, дневная, спортивная анимация. Шоу-представления у нас выполнено в таком формате. Допустим, в вечернее время, когда, условно говоря, закат, ваши гости могут пройти, занять места у бара, заказать себе бесплатный, кстати, какой-либо коктейль, алкогольный, безалкогольный, и наблюдать за красивым закатом и за различным музыкальным сопровождением, которое у нас происходит во время заката. То есть это мы называем sunset show. Легкая бакграунд музыка, джаз и, возможно, какое-либо музыкальное сопровождение. Потом в районе 8-8.30 вечера гости переходят на другую сцену, имеют возможность перейти, и там уже наблюдаются различные танцевальные и световые шоу, и действительно они очень яркие, очень красочные, и программа меняется каждый день. Потом в районе 9 часов вечера, когда эти шоу заканчиваются, гости могут плавно перейти на другую сцену, и там уже будут исполнители песен, бэнд, группа, исполняют джаз, современную музыку, различные интерпретации диска 80-х на английском языках и на русском языках, на итальянском и так далее. Это все, что мы любим. То есть даже то же самое музыкальное сопровождение вечернее, оно подстроено у нас под любой вкус и на каждого туриста. Поэтому скучно в отеле Ritzelwebbelbachert, безусловно, не будет никому и никогда. Что касается дневной анимации для взрослых, то помимо того, что в отеле мы вкусно едим и наслаждаемся солнцем, морем, пляжем, ультра все включено, ваши гости всегда имеют возможность посетить спортивный клуб с эксклюзивной программой от Ritzelwebbelbachert. Его, кстати, открыли недавно, буквально 2-3 месяца назад. Это такая новинка в отеле Ritzelwebbelbachert. Теперь у каждого гостя есть хорошая возможность посетить спортивные занятия, которые, кстати, меняются ежедневно и являются абсолютно бесплатными к посещению. Что касается детской анимации, то в отеле проводятся ежедневные вечерние и дневные шоу, представления, развлекательные программы, детские конкурсы. Проходит вся развлекательная программа для детей у детского клуба и в самом детском клубе, который представляет закрытую игровую комнату, две комнаты и также открытую игровую площадку, имеется также мини-бассейн, детский мини-бассейн, куда допускаются только дети. И Ritzelweb действительно потрясающе интересное место, где родители могут оставить своих детей и спокойно наслаждаться прекрасным отдыхом в Эмиратах под солнцем с такой прекрасной температурой. В это время вашими детками, детками ваших гостей будут заниматься наши профессиональные аниматоры, в том числе русскоговорящий персонал в детском клубе всегда присутствует. И программы для детей, они весьма интересны и разнообразны. Они меняются каждый день. Это различные мастер-классы, представления. Деток здесь учат готовить, рисовать, танцы, хореография, хлебка и много чего интересного. Единственный такой момент, это, кстати, касается всех наших детских клубов, в детском клубе не кормят. И поэтому на завтрак, на ужин, на обед родители должны забирать своих детей и кормить самостоятельно. Опять-таки мы это делаем в целях безопасности, потому что каждый ребенок абсолютно индивидуален. И мы не берем на себя такую ответственность самостоятельно предоставлять ту или иную еду детям. Все-таки это должно быть под ответственностью самих родителей. Помимо детского клуба присутствует также подростковый клуб, куда мы приглашаем детей от 10 до 16 лет. Здесь у нас нет, как таковых, каких-либо развлекательных программ, но имеется то, что подростки очень любят. Это PlayStation и также настольный футбол. И самое приятное, мы переходим к еде, к плану питания в отеле Rixels-Bubblebacher. Как мы знаем, это наш такой основной плюс. Питание, план питания в отеле Rixels-Bubblebacher ультра, все включено. И нужно сказать, это настоящее все включено. Включены все бары, все рестораны на территории отеля. И тот диапазон еды и напитков, которые предлагаются, он, естественно, не может не радовать. Потому что, как правило, бывают иногда предрассудки, что если ультра все включено, и если, допустим, это основной ресторан со шведской линией, то продукты будут в каком-либо ограниченном формате и с отсутствием какого-либо разнообразия. Что касается нашего отеля Rixels-Bubblebacher, даже в основном ресторане спектр еды, спектр блюд, которые предлагаются, невероятно разнообразен, постоянно меняется. И помимо этого в вечернее время проводятся акценты тематические на ту или иную кухню стран мира. То есть помимо того, что основной ресторан – это в общем и целом делает больше акцент на международную интерконтинентальную кухню, у нас, например, есть такая концепция, как в понедельник, допустим, это может быть больше акцент на азиатскую кухню, японскую. Во вторник может быть больше акцент на турецкую кухню, среда, допустим, на ливанскую кухню и так далее. То есть помимо того, что предлагается интерконтинентальная кухня, постоянно присутствует та или иная тематическая тема, тематическая кухня какой-либо из стран мира. Основной ресторан приглашают на завтрак, на обед и на ужин. Это всегда шведский стол, чай, кофе, вода, соки включены, алкоголь включен в том числе. Единственное, пожалуйста, обратите внимание, что алкоголь в Эмиратах можно сервировать с 12 часов дня до 2 часов ночи. А вот с 2 часов ночи до 12 утра алкоголь в Эмиратах сервировать не рекомендуется. Помимо основного ресторана, гости могут посетить а-ля карт рестораны. И тут также у нас действует концепция «все включено». Посещение а-ля карт ресторанов не требует какой-либо дополнительной оплаты. Посещение является бесплатным. И можно посещать каждый из а-ля карт ресторанов неограниченное количество раз. Единственное, такой момент, нужно успеть поставить бронь, потому что желающих посетить а-ля карты достаточно много, а сами по себе а-ля карты у нас компактные. Поэтому рекомендуйте вашим гостям, как только они приезжают, немедленно проходить к стойке guest relations, то есть сотрудники по работе с гостями, и в зависимости от расписания им поставить бронь на тот или иной а-ля карт ресторан. До заселения резервацию на а-ля карт рестораны не ставят. И так как и а-ля карт рестораны предлагаемо на ультре «Все включено», это лолевой, ресторан итальянской кухни, ресторан азиатской кухни, рестораны турецкой кухни и также стейкхаус, безусловно, как и в любом другом отеле «Рикс» у нас есть стейкхаус, мидпоинт – это блюдо, изысканная мясная продукция, различные стейки для тех, кто любит мясо. Помимо этого имеется ресторан на море продуктов, рыбный ресторан, и также тостенбургер, тостенбургер, не назовёшь его а-ля картом, а-ля карта, кстати, работает в вечернее время, на ужин, тостенбургер его а-ля картом не назовёшь, он работает в дневное время, это больше, как бы сказать, стрит-еда, бургеры, пицца, различные сэндвичи, салаты, перекусы. То есть в течение дня, если, допустим, между обедом и ужином, между завтраком и обедом, гости вдруг по какой-то случайности проголодались, то они всегда могут пройти в ресторан на тостенбургер и перекусить там. Помимо ресторанов имеются также бары, бары есть у каждого бассейна, есть также бар, который работает вечером, спортсбар, и бар, который предлагает более чем 32 наименования различных сортов махито, это махито-бар, все-таки очень сильно известны, поэтому и в дневное время суток, и вечером гостям всегда есть чем заняться. Что касается инфраструктуры бассейна, то есть про еду мы информацию получили про еду и напитки, ультра все включено, включены бары, рестораны, шведская линия в основном в ресторане и а-ля-карт подачи по меню в а-ля-ка ресторанах, и включаются алкогольные и безалкогольные напитки. И помимо этого еще такой момент очень важный, помимо общего приема еды, завтрак, обед, ужин, если вдруг ваши гости проголодались, то в течение дня, допустим, в различное время по территории пляжа, по территории бассейна открываются киоски, и киоски совершенно бесплатно предлагают вашим гостям легкие перекусы, такие, как, опять-таки, допустим, это может быть хот-доги, сэндвичи, фрукты, мороженое в течение дня, да, все это проносится и предлагается, поэтому если вдруг ваши гости проголодались, то всегда есть возможность еще либо перекусить. И переходим к инфраструктуре, что предлагает наш отель, 8 бассейнов, 3 бассейна с температурным контролем для взрослых и для детей, они у нас располагаются в виде кастада, там достаточно активно, потому что отель у нас предполагает активный семейный отдых, приезжают, как правило, с семьями, зачастую с большими семьями, и, естественно, безусловно, на самом бассейне бывает чрезмерно активно, не всем это нравится. Те гости, которые хотят более спокойного отдыха, у них всегда есть возможность пройти к инфинити-пул. Инфинити-пул у нас допускает взрослых от 16 лет и старше, поэтому там более тихо и более спокойно, и бар около инфинити-пул также присутствует, поэтому не нужно далеко куда-то бегать, напиток всегда можно взять непосредственно у бара, который находится у бассейна. Помимо этого, вы имеете мини-аквапарк. Кстати, очень большой плюс отеля «Риксель Бабульбахар» это присутствие, пусть небольшого, но все-таки аквапарка с тремя горками для взрослых и для детей. Это также является большим плюсом для отелей в Эмиратах, потому что, как мы знаем, если в Турции многие отели предлагают разнообразные невероятные аквапарки, то в Эмиратах это более такая уникальная опция, а здесь у нас как раз она присутствует. И также присутствует у нас фитнес-зал. Опять-таки повторяю то, что посещение групповых занятий является бесплатным на открытом воздухе. Посещение фитнес-зала является также бесплатным, если нам не требуется какая-либо индивидуальная программа, либо состоявление диет от наших специалистов. Если нужна помощь специалиста, то это будет идти за дополнительную плату. И тоже касается СПА. Самостоятельно СПА посещаем бесплатно. Если требуется уход, массажи, чистки и так далее, то это будет идти за дополнительную плату. И теперь переходим к рассмотрению номерного фонда. Номерного фонда у нас много, 715 номеров, различные категории, на самую большую семью, на среднюю семью, на пары. И все это предусмотрено. Итак, какой номерной фонд в отеле Рексово-Бальбаха? Базовые категории предлагают номера категории Делакс и Премиум. В базовых категориях можно размещать 2 плюс 2, либо трое взрослых. И при этом для одного ребенка до 12 лет, а 12 лет у нас считается 11.99, у нас предлагается бесплатное доп. спальное место. Это может быть как софа, так и доп. кровать. И всегда обращайте внимание на вид из окна. То есть номера могут быть указаны как pool, sea and pool view, то есть вид будет на море, либо на бассейн, либо на море через бассейн, либо на море через дорогу. Либо это может быть garden view, если это будет garden view, то вид будет на внутреннюю часть отеля, на сад. Все это выводится в различную категорию номеров, и, безусловно, вид на море, на бассейн, по ценовой политике будет выше, чем вид на внутреннюю часть отеля или на сад. Поэтому, когда вы делаете резервацию в онлайн-системах, пожалуйста, обязательно проверяйте, какой вид вы выбираете, чтобы гостям правильно преподносить информацию. Что касается балконам, друзья, не все номера имеют балконы, поэтому балконы, пожалуйста, вашим туристам не гарантируйте. Присутствие балкона зависит от наличия на момент заселения. Однако, если нужен гарантированный балкон, то вы можете всегда предложить номер категории премиум. Вот он как раз справа на слайде. Единственный такой момент, потому что номера категории премиум всегда будут иметь кровать king-size bed. Поэтому, пожалуйста, аккуратно предлагайте. Допустим, если это два мужчины едут, либо две женщины. Делакс, в свою очередь, те могут иметь как кровати king-size, так и два раздельных двина, в зависимости от наличия. Кстати, что касается ванных комнат, имейте в виду то, что самой в ванной комнате нет, присутствует душевая. И переходим к следующим категориям. Кстати, такой момент. Если вдруг вы бронируете два делакса, либо два премиума, то есть две базовых категории для ваших гостей, и просите сделать коннект по возможности, либо гарантированно, имейте в виду, этого мы сделать не можем, потому что коннект номеров, как таковых, в отеле нет. Но в качестве альтернативы номерам коннект у нас есть огромный выбор номеров two-bedroom и three-bedroom. То есть номера two-bedroom у нас совершенно разных конфигураций. И здесь я хочу обратить ваше особое пристальное внимание, чтобы мы не путались, кому какой-то бедрум мы должны предлагать. Вот, например, обратите внимание на номер под названием two-bedroom family suite. Two-bedroom family suite будет состоять из двух спален. Одна спальня будет с большой кроватью Kings Ice Bed, вторая спальня будет с двумя раздельными кроватями-твинами. В каждой спальне будет своя ванная комната и свой санузел, и максимальное размещение четверо взрослых плюс двое детей. Но один такой момент. Two-bedroom family suite, лишь одна из спальни будет иметь обособленную и закрывающуюся дверь. Вторая спальня будет сквозной. То есть, чтобы попасть в одну из спальни, нужно пройти через первую спальню. Поэтому, в принципе, можно предлагать для заселения с семьей. Однако, если вы вдруг заселяете две пары, пожалуйста, предупредите во избежание каких-либо претензий при заселении. Потому что одна из пар может быть недовольна тем, что они не смогут закрыть дверь, так как двери у них не будет, которая бы закрывалась от предыдущей спальни, скажем так. Если такой вариант на размещение нам не подходит, если нам нужны две обособленные комнаты, которые можно закрыть не только на дверь, но еще и захлопнуть на ключ, то есть, по сути, как бы забронировать два отдельных номера, то предлагайте номера категории Interconnection Family Suite. Вы его видите на слайде с левого края сверху. И, как вы видите, по дизайну, по ремонту, по тому же самому Кавроиде является абсолютно новая категория номеров. Мы ее открыли недавно, месяцев 7-8 назад. Поэтому, если вам нужен номер с абсолютно новым дизайном, ремонтом, то предлагайте Interconnection Family Suite. Номер состоит из двух спален, и каждый из спален имеет свою закрывающуюся дверь. И при этом обе спальни выходят в один такой небольшой коридор, как бы прихожку. Уже эта прихожка выходит в общий коридор. По сути, Interconnection Family Suite, я бы сказала, что это две базовых категории с обновленным дизайном, которые имеют гарантированный интерлидинг. Это даже больше интерлидинг, чем интерконнект. Это мы и говорим про Interconnection Family Suite. Размещать там можно четверо взрослых плюс двое детей. Далее, если нам такой вариант не подходит, и если мы хотим номер с двумя спальнями, но еще больше, то можем предлагать Two Bedroom Junior Suite. То есть в Junior Suite у нас уже помимо двух спален появляется гостиная комната. Здесь мы также можем размещать четверо взрослых плюс двое детей, но уже у гостей есть возможность находиться в гостиной, смотреть телевизор, выпивать чай со своей семьей, обсуждать различные новости и темы. И самая большая категория это Three Bedroom Senior Suite. То есть что такое Three Bedroom? Это три спальни. Каждый спальник будет иметь свою ванную комнату, и здесь уже можно расстелять шесть взрослых плюс двое детей. То есть это самая большая категория номеров, самая высокая категория номеров в отеле. И сейчас загрузите слайд. Мы вам представим нашу новинку. Номера категории Kids Escape Family Suite. Такое красивое название, немного сложное. Kids Escape Family Suite мы открыли совершенно недавно, два-три месяца назад. И нужно сказать, номера пользуются огромной популярностью. Как вы можете видеть, кстати, то, что видите на слайде, это детская комната. Номер категории Kids Escape Family Suite состоит из двух спален. Одна из спален для взрослых, она имеет также новый дизайн, новый ремонт, новый формат. А вторая спальня представляет собой вот такую яркую, сказочную детскую комнату с домиками, поэтому она называется Escape. И, кстати, эти домики, они функциональные. У них есть свой функционал. Это не просто красота и дизайн. В этих домиках у нас спрятаны как раз до кровати для детей. Такой интересный формат проживания. И можно в номерах категории Kids Escape Family Suite размещать двое взрослых плюс трое детей. И имейте в виду, на данный момент у нас имеется привлекательная акция по этим категориям номеров. Номеров данного формата не так много, их всего 17, но, я думаю, в скором времени мы, скорее всего, будем также дополнительно открывать данные категории номеров, потому что они действительно пользуются огромной популярностью. Поэтому побалуйте детей и ваших гостей таким интересным размещением. Возвращаемся к спа. Как я уже говорила выше, самостоятельное использование спа является бесплатным. Если же требуется уход, чистка, то наведение красоты будет идти за доплату. И возвращаемся к общей концепции отеля Риксус Бабальбахар. Такие самые важные пункты, которые привлекают нас и наших гостей. Это ультра все включено, это присутствие анимационной программы, так как это единственный отель в Эмиратах, который предлагает настолько разнообразную анимацию, и это также привлекательная цена. Мы сейчас посмотрим видео на отель Риксус Бабальбахар, окунемся в эту атмосферу праздника, атмосферу фестиваля. И, кстати, такой важный момент отеля Риксус Бабальбахар. То есть та вечерняя программа, которая ежедневно предлагает отель Риксус Бабальбахар, хочу вам сказать, что примерно такая же анимационная программа у некоторых отелей бывает на Новый год. То есть это ощущение праздника и Нового года в отеле Риксус Бабальбахар присутствует практически на ежедневной основе. Смотрим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 на экологически чистом острове Са-Адиад. Кстати, Са-Адиад переводится с арабского как остров счастья, остров для счастливых. И опять-таки важно заметить то, что абсолютно экологически чистая зона. То есть сам остров Са-Адиад находится под охраной ЮНЕСКО, под охраной шейха и правительства Объединённых Арабских Эмиратов. И поэтому самая чистая вода, бирюзовая, абсолютно прозрачная, самый белый песок невероятно. Также невероятно кристально белый. И самый красивый уже от себя добавлю закат. Это всё на острове Са-Адиад. И как вы видите, между пляжной линией и между зданием отеля у нас имеют все такие небольшие кустарники. Думаю, все знают, но опять-таки напомню. Это не потому, что персонал отеля ленится убирать и чистить эти кустарники. А всё потому, что в этих кустарниках у нас гнездятся черепашки, которые потом выходят бродить к морю, в морскую пычину. И некоторые туристы даже их видят иногда. Некоторые туристы даже иногда видят дельфинов, которые также проплывают неподалёку от прибрежной зоны. И газелей, которые также по острову Са-Адиад пробегают, что опять-таки говорит об абсолютной экологичности данного острова. И, кстати, моторные виды спорта на острове Са-Адиад запричинены. Опять-таки, чтобы не нарушить эту экосистему, такую крупку, которую, безусловно, нужно беречь, и что мы делаем. Rixus Premium Sadiad Thailand. Отель выполнен в стиле, в дизайне Дворца времён Осмазской империи. Много мелкой ручной мозаичной работы. Мрамора, золота, позолоты, синего, зелёного камня. Этот роскошный дизайн, он выходит также и в сам номерной фон, потому что номера тоже выполнены в ярких тонах, в ярких красках. И такой каждый турист почувствует себя неким таким лицом королевских кровей, благодаря как раз-таки этому яркому, насыщенному интерьеру. Итак, переходим к номерному фонду. Номерной фонд у нас нужно отметить в этом году. Даже в конце этого года значительно претерпел изменения. Намного большее количество разнообразных категорий номеров. Ранее, допустим, у нас были базовые категории, one-bedroom, и сразу мы переходили к виллам. Но между one-bedroom и между виллой у нас не было никакой промежуточной категории для достаточно больших семей, но не настолько больших, чтобы бронировать виллу, и не настолько проходящих по бюджету. Теперь же у нас появилась эта опция. То есть есть для небольшой семьи номера, есть и two-bedroom, и one-bedroom, и виллы. То есть на любую семью можно что-то подобрать. Самые базовые категории номеров у нас начинаются с номеров категории Deluxe. Deluxe могут быть как с видом на сад, с видом на море, вернее на Арабский залив, и также Pool Access. То есть что такое Pool Access? Если вы видите у партнера название Pool Access, у отеля Rixos Premium Stadia Thailand, то имейте в виду, что номер будет иметь выход к бассейну. И, кстати, многие агентства спрашивают, это выход к основному бассейну. Нет, это, безусловно, не к основному бассейну. Это выход к лагуне, к бассейнам, которые проходят вдоль, параллельно самому отелю. Бассейны являются неприватными. Конечно, все гости резорта в эти бассейны пройти не могут, только лишь те гости, которые отдыхают в соответствующей категории номеров, то есть в номерах Pool Access. И примерно один такой бассейн по протяженности объединяет от 5 до 8 номеров данной категории. Максимальное размещение для номеров категории Deluxe двое взрослых плюс один ребенок до 12 лет. Трое взрослых, либо двое взрослых плюс двое детей, номера категории Deluxe расселять нельзя. И несмотря на то, что квадратура номеров достаточно приличная, это 45 квадратных метров, имейте в виду, что, наверное, практически половину комнаты занимает сама ванная. А ванная действительно красивая и очень роскошная. Она состоит как из ванной комнаты, так и самой ванны, бассейн, так и душевая присутствует. Поэтому занимает такое приличное пространство номера и сокращает именно жилое пространство. И для одного ребенка до 12 лет предоставляется доп. спальное место. В зависимости от наличия это может быть раскладная софа, кресло, кровать, либо это может быть доп. кровать, доп. спальное место. И, кстати, такой момент. У нас не имеются как таковой детской кровати. То есть у нас есть baby coat для инфантов, для деток до 3 лет. А если мы говорим про доп. спальное место, то это всегда базовая кровать, extra bed, это евро раскладушка. То есть доп. кровать по размеру будет что для взрослого, что для ребенка одинаковая. То есть большая по размеру и куда даже взрослый может помещаться. Поэтому ребенку, конечно, будет, безусловно, также максимально комфортно. Далее переходим к номерам с двумя спальнями, которые также могут быть с видом на сад, на море и с pool access. Здесь уже можно размещать четверо взрослых плюс двое детей. И номера, которые вы видите на данном слайде, пожалуйста, обратите внимание, и не путайте с другой категорией номеров. То есть если вы видите 2-bedroom family room, то обратите внимание, что номер будет состоять из двух спален, и гостиной не будет. Это будут просто две спальни. Безусловно, каждый спальн будет обладать абсолютно одинаковыми ванными комнатами, и с ванной, и с душевой. И я бы больше сказала, что 2-bedroom family room – это две базовые категории, две тех же самых делакса, которые имеют гарантированный connection. То есть номера с гарантированным connection, чтобы было два номера, которые объединяются дверью в стене, то берем тогда номера категории 2-bedroom family room с видом на море, на сад, либо с выходом по бассейну. Рассмотрим далее номера с 1-bedroom, то есть номера с одной спальней и гостиной комнатой. То есть предыдущий номер 2-bedroom составлял 95 квадратов, в 1-bedroom он составляет также 95 квадратов. Но он вместо того, чтобы состоять из двух спален, он состоит из одной спальной комнаты и одной гостиной комнаты. Присутствует межкомнатная дверь, и в гостиной присутствует софа, диван, который раскладывается, и в разобранном виде он имеет достаточно приличное пространство, практически как двуспальная кровать. Поэтому двое детей можно туда запросто разместить. У 1-bedroom у нас размещается двое взрослых плюс двое детей, либо трое взрослых. И 1-bedroom могут быть также с выходом к бассейну. И теперь рассмотрим самую такую большую категорию номера, не считая, безусловно, виллы. Это 2-bedroom suite. Не путайтесь, пожалуйста, в 2-bedroom family room. Легко запутаться. Если у вас возникнут вопросы, мне, пожалуйста, всегда пишите. Я поделюсь моими контактами, чтобы вы не запутались, какой из 2-bedroom вам заселять ваших гостей. 2-bedroom suite, он уже по квадратуре побольше. Здесь у нас 135 квадратов. И номер будет состоять из двух спален и гостиной комнаты. Это 2-bedroom suite. С номерным входом, я думаю, разобрались. И теперь переходим к нашей, так сказать, вишенке на торпце, к нашей жемчужине. Это виллы Club Privé, Barixas, Sadiac Island. Club Privé, я думаю, кто часто бронирует Rixas, кто часто бронирует VIP-туристов и размещение в Турции VIP-туристов, думаю, вы также сталкивались с нашими виллами, виллы с концепцией Club Privé, которые у нас имеют также в наших турецких отелях. Эту концепцию Club Privé мы перенесли на виллы, которые находятся в отеле Rixas, Sadiac Island, добавили те же самые привилегии, то есть особый расширенный спектр привилегий. И предлагаем наши виллы для самых капризных, взыскательных гостей. И, безусловно, я не могу сказать, что виллы – это бюджетный продукт. Нет, формат вилл, бюджет вилл – это достаточно высокий турист, это VIP-турист, это максимально лакшери-сегмент. И в основном здесь приезжают звезды шоу-бизнеса, политики, дипломаты, ну и, безусловно, бизнесмены, которые входят в списки Forbes и так далее. Поэтому предлагаем таким самым топовым гостям. Вилл всего 12, они располагаются на первой, на второй и на третьей береговых линиях. Сейчас рассмотрим каждую из них, каждую из категории вилла в отдельности. Так, экзекутив вилла состоят из трех спален, то есть это домики двухэтажные, состоящие из трех спален. И экзекутив виллы у нас будет по квадратуре иметь 200 квадратных метров. Максимальное размещение в виллах экзекутив, так как это трех спальные, шесть взрослых плюс двое детей. То есть три спальни, соответственно, размещаем шесть взрослых. Вилла располагается у нас, экзекутив, на второй, на третьей береговых линиях. Вы видите это на слайде. То есть с одной слева четыре вилла, справа четыре вилла, и их объединяет бассейн. Бассейн является приватным только для вилл. Остальные гости резорта в этот бассейн доступа не имеют, и в этот бассейн имеют доступ только те гости, которые проживают на данных виллах. И всего этих вилл восемь. Сейчас мы посмотрим их внутренний дизайн. Вот мы видим... А, переходим далее к экзекутив виллу. Вот мы видим дизайн внутри. Какой вы видите, одну из спален. В таких мягких, спокойных тонах выполнены все виллы. И вилла экзекутив состоит, опять-таки, повторюсь, из трех спален, гостиной комнаты и кухни. Хотя насколько кухне нужна, это вопрос, потому что, опять-таки, напоминаю, работаем мы на ультра, все включено. Ультра, все включено, все эксклюзивно. Переходим к следующим категориям. Вилл, суперер виллы. Их всего четыре в отеле, и они находятся уже на первой береговой линии и имеют свой собственный приватный, абсолютно приватный бассейн. Состоят из четырех спален, гостиной комнаты, кухни. Здесь у нас можно размещать восемь взрослых плюс двое детей. И суперер вилла предлагает наиболее такой самый, так скажем, конфиденциальный отдых. Поэтому очень популярен среди известных людей, медийных личностей, которые хотят больше скрыться от всех и выбирают номера категории суперер вилл. Опять-таки благодаря тому, что суперер виллы имеют свой собственный, абсолютно частный, абсолютно приватный бассейн. Внутренний дизайн вилл. И как вы видите, так как они находятся на первой береговой линии, имеется абсолютно красивейший, невероятный вид на Арабский залив, на воды Арабского залива через свой собственный бассейн. То есть вот так вот можно утром выйти на террасу и в хорошем настроении и с красивым видом очень вкусно позавтракать. Кстати, что касается привилегий, что касается еды для гостей, которые проживают на вилле, на виллах, огромный список привилегий для данных гостей, в том числе и батлер, который доступен для гостей 24 часа в сутки. То есть в любой момент дня и ночи ваши гости могут позвонить своему батлеру, спросить, посоветоваться, сказать какую-либо информацию, если им нужно, разобрать чемодан, помочь собрать чемодан, расстелить кровать, заправить кровать. Все это всегда 24 часа в сутки. Батлер всегда на связи с вашими гостями для решения всех проблем и всех пожеланий. Различный список привилегий в зависимости от количества ночей, в зависимости от категории виллы варьируются привилегии. По привилегиям вы можете всегда писать к партнерам, либо всегда можете писать мне контактную поделюсь, чтобы не ошибиться и правильно забронировать привилегию для той или иной виллы. Кстати, очень важная одна из таких важных привилегий. Гости, помимо того, что, естественно, гости, проживающие на виллах, они имеют привилегии в бронировании аля-карт ресторанов. То есть аля-карт ресторанов привилегия всегда именно остается за гостями, проживающим на виллах. Помимо этого, у них есть доступ к клабхаус. Клабхаус – это ресторан, который находится непосредственно на территории вилл, и только гости, проживающие на виллах, имеют туда доступ. Остальные гости резорта к этому ресторану доступа не имеют. Однако, если гостям совершенно не хочется покидать свою уютную виллу, то они всегда могут поспориться с услугами room service и совершенно бесплатно вашим гостям номер принесут, сервируют завтрак, обед и ужин в его меню. Поэтому тоже всегда это подчеркиваете, что можно вообще все 7 дней, 10 дней, 14 дней, либо 20 дней, которые ваши гости прибывают на вилле, можно не выходить за территорию виллы и чувствовать себя максимально комфортно и получать свой релакс, отдых. И переходим к плану питания в отеле VIXES премиум с Адиат Айланд. А план питания у нас здесь ультра все включено. Включены все бары, все рестораны на территорию отеля, но действуют определенные правила. Основной ресторан Турквас предлагает блюда международной интерконтинентальной кухни и работает на завтрак, на обед и на ужин. Сервируют шведский стол, чай, кофе, вода, соки, напитки, в том числе и алкогольные, они включаются в концепцию. Помимо посещения основной рестораны, гости могут посещать также а-ля-карт рестораны. Здесь имеются определенные правила для того, чтобы получать доступ к а-ля-карт ресторанам, нужно забронировать не менее, чем 4 ночи, и каждый из а-ля-карт ресторанов можно посещать не более чем один раз за весь период проживания. Это для того, чтобы каждый из гостей успел посетить тот или иной а-ля-карт ресторан, и посещение ресторана а-ля-картов требует резервации предварительной, поэтому, когда ваши гости заселяются, опять-таки, рекомендуйте им проходить к стойке Best Relations и ставить брони на а-ля-карт ресторан. Такие а-ля-карт рестораны у нас есть. Ресторан на азиатской кухне Adja, ресторан итальянской кухне L'Oliva и ресторан морепродуктов, рыбный ресторан Nourmade. Кстати, что касается ресторана азиатской кухни, сам по себе он в концепцию входит и не требует дополнительной оплаты, однако посещает Тепаньяки-шоу, это когда на ваших глазах наши шеф-повара готовят те или иные блюда в таком интересном формате, на ваших глазах все это разбивается, режется, включается огонь, все это жарится, парится непосредственно перед вашими глазами, то посещение данного шоу требует доплаты 150 брехам с каждого взрослого человека, с каждого взрослого туриста. Помимо а-ля-карт ресторанов имеется также Snack ресторан People's, который находится на территории у бассейна и имеется также лаунж в лобби-баре, то есть само лобби с его левой части, с правой частью и открытое пространство, это также у территории кортьярд, мы его называем у территории отеля при лобби, это все является лобби-баром одним большим и там сервируется чай, кофе, алкоголь в вечернее время и также различные закуски, перекусы, пирожные, кондитерские изделия. Можно всегда перекусить, если, допустим, гости проголодались между основными приемами еды. Что касается инфраструктуры, что касается бассейнов, два основных бассейна для взрослых и для детей и также имеется бассейн только для детей. На данном слайде вы видите основной бассейн для взрослых и для детей с температурным контролем, такое самое активное место на территории отеля. Здесь ваши гости могут наслаждаться прекрасной погодой в городе Абудаби, загорать и также заказывать бесплатно алкогольные и безалкогольные напитки и различные перекусы, чипсы, писташки и прочее. Имеется также бассейн с температурным контролем для взрослых и для детей. Вы видите на слайде детки радостно выбегают из него. Очень популярен этот бассейн. Именно детки его любят, хотя он для взрослых в том числе. Благодаря тому, почему он такой популярный среди детей, потому что вода пресная и дети не обеспокоены тем, что вода щипет глазки и температура максимально комфортная, потому что в море детям может быть жарко, холодно, а здесь температура как раз комфортная и при этом вода пресная. Весок, кстати, настоящий, волна искусственная, поэтому полное ощущение, что находишься на море. Также для детей есть мини-аквапарк с четырьмя горками, очень популярный среди детей, опять-таки напоминаю, что для нашего региона, для Эмиратов иметь мини-аквапарк, пусть даже это будет мини на территории отеля, это такая роскошь, не каждый отель может этим похвастаться, а в отеле Рикс и Спрейм сидят, такая опция присутствует. Переходим к спа. Также, как и в наших остальных отелях, можно посещать спа совершенно бесплатно, это ледяной душ, паровая, сауна, если же требуется хамам, либо доп. услуги, то это будет идти за дополнительную плату. Кстати, наш спа Анжана в отеле Рикс и Спрейм на Судьятане совершенно недавно было признано как лучшая спа в городе Абудабе, это дорогого стоит, потому что, как вы понимаете, Абудабе это город, где конкуренция максимально высока, и среди лучших быть лучшими это, безусловно, придает такую особую гордость и радость нам. Что касается анимации, то здесь мы не конкурируем с отелем Рикс и Бобальбахар, и здесь мы не пытаемся конкурировать с отелем Рикс и Бобальбахар, потому что отель имеет немножко другой концепт, другой формат другого туриста, и здесь отсутствует необходимость настолько активной анимации, как, допустим, в том же самом Рикс и Бобальбахар. Анимация в отеле Рикс и Спрейм Содиак присутствует, это детская анимация, это спортивная дневная анимация, и также вечерняя анимация, но анимация здесь в формате софт, то есть в лобби в течение дня выходит девушка в вечернем туалете и играет на рояле, на арфе, на скрипке в течение дня, а в вечернее время суток ваши гости могут выйти на открытую территорию кортьярд, и там у нас проводятся различные музыкальные шоу-программы, шоу, даже просто, сказал бы, выступления певцов, выступления певца, певцов, певицы, группы, джаз на русском языке, на зарубежной эстраде, но это больше такая как бы background музыка, да, это не такие яркие красочные шоу, привлекающие активное внимание, как в отеле Рикс и Бобальбахар, это уже немного более спокойный формат вечернего времяпрепровождения. Присутствует для гостей фитнес-зал, которые хотят заниматься спортом, можно посещать бесплатно, также имеются бесплатные групповые занятия у Рикс и Спорт Академии на открытом воздухе, которые меняются ежедневно. Для детей присутствует детский клуб с ярчайшей детской анимацией, такой же, как Рикс и Бобальбахар. Несмотря на то, что общий формат отеля не делает акцент на интертеймент, на анимационную программу, детская анимация ничем не уступает анимационной программе в отеле Рикс и Бобальбахар, проводятся также различные мастер-классы, детки принимаются с 4 до 12 лет без надзора родителей, до 4 лет нужно, чтобы опекун или кто-то из родителей обязательно присутствовал. И русскоговорящий персонал в детском клубе также всегда присутствует, но так же, как и Бобальбахар и Напальм, такой момент нужно забирать деток и кормить их самостоятельно. В детском клубе могут им дать и фруктовый, йогурт, фрукты, сэндвичи, перекусы, но все-таки основной прием еды это больше на ответственности самих родителей. Итак, по Рикс и Стремиумсу Диатайланд мы основную информацию дали, разницу между Рикс и Бобальбахар и Рикс и Стремиумсу Диатайланд, я думаю, вы ощутили, то что Рикс и Стремиумсу Диатайланд это больше на VIP туристы рассчитаны, да, потому что это расположение на самом чистом пляже, практически как на Мальдивах, на пляже Саадиат VIP-сегменты это ультра все включено, все включено, все эксклюзивно, включены бары, рестораны на территории отеля, все это входит в концепцию. Сфотографируйте, пожалуйста, сфотографируйте QR-код на наши брошюры на все четыре отеля Рикс и Соединенных Арабских Эмиратах, чтобы брошюры всегда были под рукой и ссылку QR-код всегда могли скидывать вашим гостям. И также прошу вас сохранить мой контактный почтовый ящик и подписаться, кто еще не подписан, срочно это исправить и подписаться на телеграм-канал отеля Рикс и Рикс и где мы публикуем наши самые последние новости и спец предложения. Будете всегда все узнавать первыми. Альба спрашивает, есть ли акции. Нет акции фри-трансфер сейчас нет ни в отеле Рикс и Боббальбахр, ни в отеле Рикс с премиум Содиат Айленд. Никаких акций на бесплатные трансферы нет. И в отеле Рикс и Палм, и Рикс и Премиум Дубай бесплатных трансферов на суиты на данный момент также сейчас не предлагается. Посмотрим видео по отелю Рикс и Премиум Содиат Айленд. 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 за интерес к отелям Риксис и, опять-таки, большое спасибо Казимин за организацию такого интересного формата мероприятия нашей встречи. Контактами своими я поделилась. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. Мария, есть еще вебинар? Да, вопросы есть. Асель спрашивает о вакцинированном ПЦР также за 48 часов до вылета. Вакцинированные ПЦР у них может быть не старше, чем 14 суток. То есть, когда вы заселяетесь в Абудабе, то ваш ПЦР должен быть не... Срок действия не старше, чем, как бы сказать, не дольше, чем 14 дней. Коллеги, если у вас есть еще вопросы, то самое время их задать. Если вы не успели, то Мария поделилась своими контактами. Мы их также разошлем сегодня рассылкой по почте и чатам, вы их не пропустите, не волнуйтесь. Я так думаю, что вопросов нет. Мы можем завершать. Всего хорошего ждем в отеле Хрикс из всех. Всего отличного вам всех дня. Спасибо, что присутствовали сегодня на вебинаре. До свидания. До свидания. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok